Александр Северов, который больше известен как вор в законе Саша Север. Личность легендарная, не только в криминальном мире России, но и у каждого законопослушного гражданина. Мало кто знает все подробности жизни Александра? Мы собрали подборку, в которую включились семь малоизвестных фактов из его биографии. Александр Северов очень щепетильно относился к посвящению человека воры в законе. Он досконально изучал личность, характер и поступки претендента. Именно поэтому так называемым крестным стал лишь единожды. Достойным такой чести был вор в законе Александр Укунев, он же Огонек. По некоторым данным, у вора в законе Саши Севера были проблемы с наркотиками. Так в «Азетий час» был опубликован материал, в котором говорилось о том, что находясь в СИЗО-1, коровники в Ярославле в 1997 году Александр Северов организовал себе поставку наркотиков, но схему раскрыли. Говорят также, он использовал наркотики для облегчения боли. В 2011 году он был задержан на Московском вокзале в Санкт-Петербурге с крупной дозой наркоты. Один из своих сроков вор в законе Александр Северов получил из-за того, что заступился за свою жену, Галину. Саша и Север вместе с супругой возвращались домой на автомобиль. За рулем была жена. В какой-то момент с их машиной поравнялся другой, и из него стали доноситься бранные слова в отношении супруги. Александр попросил жену остановиться, сам пересел за руль, догнал обидчика и заставив его на коленях ползти к жене. Саша Север на текущий момент не является вором в законе. Он был раскоронен в марте 2014 года по инициативе законника Комуня. Основной причиной считается активная медийная жизнь, а также выступление в суде в качестве свидетеля. У Александра Северова есть трое детей. Сын и дочь от жены Галины, а еще один сын от другой женщины. Сыновья Александра, также как отец, выбрали в своей жизни криминальный путь. Вор в законе занимался и творческой деятельностью. Так, по некоторым данным, многие из песен Владимира Кругла были написаны по сборнику стихов Александра Северова. В одном из интервью вор в законе сказал, что убийца Михайла Круга больше по земле не ходит, либо сидят в местах не столь отдаленных, где у него множество знакомых, так что сладкая жизнь им там обеспечена.